Здравствуйте! С вами проект Палаты предпринимателей Акмолинской области Народного банка и телеканала Каласан Кокштау «Бизнес-идея». Сегодня речь пойдет о подготовке кадров для предприятий нашего региона. Как известно, многие субъекты предпринимательства не только в нашей области и испытывают недостаток в квалифицированных специалистах. В свое время было решено прибегнуть к дуальной системе обучения. В прошлом году в этот процесс включилась Национальная палата предпринимателей Атамикена, разработав дорожную карту дуального обучения. В этом выпуске речь пойдет об одном из учреждений образования города Кокштау с успехом, использующего дуальную систему. Но пока речь идет только об эксперименте. На сегодня Высшая техническая школа, а именно о ней будет говориться в нашем выпуске, твердо стоит на пути подготовки специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Перед собой в этом учреждении образования поставили цель – ликвидировать разрыв между теорией и практикой. Именно поэтому здесь столько внимания уделяет материально-техническая базе, к примеру, мастерские технологии машиностроения. Мы со студентами первым-вторым курсом проходим практику. В течение практики мы и детей студентов изучаем токарные, фрезерные, сверлиных и также шифровальных станках. Та же самое во время практики. Мы со студентами изготавливаем продукции для колледжа, стол, стулья, парты для колледжа. И также самые токарные работы, фрезерные работы. И студенты участвуют в областных республиканских конкурсах. В течение обучения они получают свою профессию токаря-фрезеровщика по специальности. Отдельное слово можно сказать об учебно-производственном центре на базе фрезерного и токарного оборудования фирмы Haas Automation. Стоит отметить, что здесь учащиеся обучаются программированию станков. Именно укрепляя материальную базу, в учебном заведении стараются сделать максимум возможности, чтобы их выпускники имели представление о том оборудовании, которое будет ждать их на производстве. Ведь не секрет, что часто бывает, когда обучение имеет мало точек соприкосновения с действительностью. А в высшей технической школе посредством этого центра шагнули немного вперед. Как штаба подобного оборудования нет и на предприятиях. Здесь вы находитесь в лаборатории программирования. Мы здесь можем готовить программы для станков Haas. Значит, имеем возможность программировать обычным способом. Имеем способы циклами, параметрическое программирование. Здесь мы имеем две системы, которые сами пишут программы. Это немецкая система геометрического программирования Кёллер и американская система Эксприт. Ну, в принципе, здесь у нас 13 стоек. 13 стоек. Такие же стойки, как вот на тех рабочих станках. 13 компьютеров. Мы имеем под группу полностью обеспечить. Можем готовить кадры и для производства. Мы можем, значит, готовить своих студентов. Мы можем здесь проводить переквалификацию преподавателей других учебных заведений. Фактически мы получили центр, который, я считаю, единственный в Средней Азии. В высшей технической школе стараются уже сейчас подготовить молодых людей к тому, что ждет их после того, как они покинут стены Альмаматор. Именно поэтому здесь стараются как можно больше нагрузить учащихся практической работой. К примеру, здесь готовят специалистов автосервиса. В данный момент мы сейчас находимся в мастерской по геометрии кузова. Вы сейчас наблюдаете этот момент. Поврежденный автомобиль стоит на стенде, на универсальном стенде. Дети занимаются, учатся здесь восстановлением геометрии кузова после аварийной ситуации автомобиля. В этом направлении сейчас вот дети набираются навыков, как это все происходит. В дальнейшем ребята схватывают очень хорошо. Я просто за них говорю, что они могут в дальнейшем идти на предприятия, на кузовные, на СТО, на солидные станции техобслуживания по ремонту кузова. Обязательно выходят. В данный момент вот по практике проходит учебная практика. Потом я им даю рекомендации, пока на СТО. Уже около 10 детей работает на станциях по кузовным работам. Они обучаются, набираются еще больше там опыта. Потом учебный год мы встречаемся, они рассказывают, что, как они выполняли, какая была у них работа. Задача дуальной системы обучения как раз и заключается в том, чтобы обеспечить практикой учащихся средних технических учебных заведений. В этом плане палаты предпринимателей Акмонской области проведена большая работа. Это, к примеру, формирование и внедрение элементов дуальной системы подголовки кадров путем развития социального партнерства. Палата предпринимателей Акмонской области явилась инициатором подписания договоров о шерсти между товариществом швейной фабрики «Диаз» и сервисным техническим колледжем номер один города Кокштау, организацией юридических лиц ассоциаций индустрии туризма и отдыха «Бурабай» и колледжами индустрии туризма и сервиса города Щучинск по специальности «Организация питания». На основании договора разработано положение шести ассоциаций и учебного заведения. Высшая техническая школа также участвует в социальном партнерстве. Одно из предприятий, которое сотрудничает с этим учебным заведением – акционерное общество ТНС. Здесь ребята получают отличные навыки работы, а завод, в свою очередь, получает специалистов, которых так не хватает на производстве. За каждым из практикантов закреплен наставник, который на практике покажет, как работать, к примеру, на фрезе на станке. Каждый год на нашем предприятии проходят практику студенты высшей технической школы. Мы их знакомим с производственным процессом. За каждым студентом закрепляем наставника, который делится своим опытом и рассказывает секреты своего мастерства. Палата предпринимателей на сегодня также работает над поднятием престижа рабочей профессии. Открыто 27 профориентационных кабинетов в средних школах области. В профкабинетах и профуголках размещены информационные материалы о рабочих специальностях в предприятиях и учебных заведениях региона. В рамках системно-профориентационной работы проводится работа по организации экскурсий учащихся школ на предприятиях встречи, лекции и классных часов. За период январь-июнь текущего года организовано 158 профориентационных мероприятий. Успехом можно считать то, что один из учащихся школы, Федор Целковский, сейчас не только проходит практику, но и полноценно работает на заводе ТНС. В будущем он намерен продолжить здесь трудиться. Я студент высшей технической школы города Кашитау, где прохожу обучение по специальности технологии машиностроения на основе дуальной системы. Благодаря этому колледжу я получил уже на третьем курсе три рабочих профессии. Я работаю в данный момент сейчас на заводе АВА ТНС. Благодаря полученной теории и практических занятий высшей технической школы города Кашитау, я работаю в цехе номер два фрезеровщиком. Получаю заработную плату и горжусь тем, что мне предоставлены были навыки именно в высшей технической школе города Кашитау. Также я участвовал в международном конкурсе в Орховске, в Казахстане, где занял второе место в областном конкурсе. К новостям палаты. Региональная палата предпринимателей берет под свое крыло один из самых амбициозных проектов Акмалицкой области, грозящийся обернуться провалом. В 2011 году было объявлено о старте нового масштабного производства в регионе строительства звероводческого хозяйства по выращиванию норки. На всех уровнях проект был принят на ура, власти обещали все искусодействие. Тем более, что инвестором выступила испанская компания в лице учредителя Мануэля Гарсия Гутюэриса. Однако проект застополился. Главная проблема, стоящая сегодня перед его организаторами – недостаток финансирования. Проекту, который оценится в 700 миллионов тенге, необходима в общей сложности еще порядка 1 миллиона евро. Чиновники различных министерств и ведомств, куда не раз обращался Иш Мухаммедов, отвечают, что экономическая целесообразность проекта не очевидна. Дальше этого предметные переговоры не идут. Тем не менее, в компании не теряют надежды, связываясь с вмешательством в ситуацию региональной палаты предпринимателей. Проект уникальный, аналогов ему сегодня в регионе нет. Думаю, нам удастся найти потенциальных инвесторов, подчеркнул директор РПП Ольхан Кабдулин. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам вы можете обратиться в палату предпринимателей. Эксперты палаты ждут вас по адресу Город Кукшта, улица Абая, 96, контактные телефоны 72-25-35, 72-25-37 или 72-25-43. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова